Металлический бампер, офигенный дизайн, мотор ланчин, запатентованная американская трансмиссия. Да, действительно, все эти вещи делают этот трактор премиальным. Цена 510 тысяч рублей. Обычно я предпочитаю говорить, что ну вот здесь вот хотели сэкономить. Нет, здесь совершенно другая история. Производитель Каймана, наоборот, делал возможным совместить все самые ключевые и качественные моменты в одном изделии. И у него, кстати, это очень хорошо получилось. И за минимальные деньги. Потому что если брать какой-то аналог, то он будет стоить дороже. Итак, цена 510 тысяч, но после того, как мы поработаем этим трактом, естественно, мы его будем продавать. И, естественно, со скидкой 430 тысяч рублей. Маневренная машина, маневренная. Вроде все садовые трактора косит. Но, блин, не так, как этот. Иногда говорят, что на вещь можно просто посмотреть и понять, что она качественная. И вот, когда я смотрю на этот Кайман, я понимаю, что изделие действительно сделано с мельчайшими доработками и проработками. Да, его я могу назвать смело качественным. Ну, знаешь, что я тебе хочу сказать? Я сижу не на садовом тракторе. Я сижу на каком-то максимально удобном кресле. С офигенно комфортными подлокотниками. Ход? Да мне даже слазить с него неохота. Офигеть просто. Всем привет, друзья! Вы на канале Садовой Техники Гарден Сталк. Меня зовут Алексей, и я его ведущий. А вас я всех снова рад видеть. И сегодня у нас в студии трактор от компании Кайман. Называется он Rapido Max Eco 2WDR. Да, ведь он с приводом на задние колеса. Но уже в обновленном дизайне. Знаете, что я хочу? Я хочу просто включить у него фары, и чтобы вы посмотрели, насколько он круто выглядит. И не надо мне говорить, что покупают все машины по техническим характеристикам. Всегда все машины покупают по удобству и по дизайну. И этот трактор на сегодняшний момент я могу смело назвать самым красивым в линейке всех садовых тракторов. Красивее я ничего не видел. Но дело ведь не только в красоте. Дело, конечно же, еще в цене и в качестве самой продукции. Компания Кайман заказывает все эти садовые трактора на фабрике с огромной историей. Которая больше ста лет, которая уже больше ста лет делает вот такие вот вещи и радует всех покупателей. Трансмиссия США запатентованная. А сама фирма-производитель находится в Чехии. Быстренько пробежимся по всем основным его плюсам. Здесь стоит огромный мотор на два цилиндра. 22 лошадиные силы, 708 кубов. От компании Кайман Грин Энджин. Офигенный мотор, но таких ни разу не слышал. Да, конечно, здесь стоит Ланчин. Двухцилиндровый мотор. И я вам смело могу сказать, что это один из самых крутых моторов, которые есть на сегодняшний момент. Почему? Ну, потому что у него огромный моторесурс, очень низкая вибрация. И на него есть всевозможные расходники. Купить здесь без проблем что-то. Сам мотор с масляным фильтром, с масляным насосом на уклонах до 25 градусов будет работать. Огромный, пластиковый, не стальной, а пластиковый бак. Почти 10 литров. С утра заправили, а вечером приехали после работы. Косить им можно сколько угодно. По техническому обслуживанию мотор имеет ряд своих преимуществ. К примеру, слив масла выведен. Вот он. Не надо никуда подлазить. Раз открутили, подставили, все слили. А с обратной стороны у нас находится открытого типа масляный фильтр. Тоже доступ к нему максимальный. Заливная горловина, она же щуп, тоже все под рукой. Еще хочется отметить то, что сам трактор идет у нас с полноценной металлической рамой. Но вот такие вот вещи, когда вы касаетесь технического обслуживания, в любом другом тракторе надо полтрактора разобрать. Здесь такой ситуации не будет. Смотрите, рулевая гребенка открытая, имеет отличный доступ. Подошли, смазали, про нее на год забыли. У этого трактора даже можно отрегулировать сход-развал, как с левой, так и с правой стороны. И сама рейка здесь будет не стальная, а чугунная. Офигеть! Я, честно говоря, ни у одного другого садового трактора никаких вещей не видел. Помимо нового обновленного дизайна, что еще улучшили? Офигенное кресло поставили на пружинах с увеличенным ходом. Именно поэтому оно и позволяет себя чувствовать максимально комфортно, когда вы садитесь на этот трактор. Подставки металлические, а не пластиковые. Тоже завод-изготовитель это предучел. Но самое интересное, это травосборник. Ну, во-первых, он идет у нас комбинированный. Низ пластик, вверх пластик, бока идут капроновые. Да, ничего практически не весит. Есть удобная ручка для того, чтобы его опрокидывать. Но не в этом суть. Суть как раз-таки вот вся здесь. Смотрите, что у нас здесь есть. Фаркоп. Имеется? Имеется. Трактор может какие-то грузы перевозить до 1000 кг. Супер, все отлично. Это у нас размыкатель, чтобы трактор не работал без травосборника. А вот это у нас датчик наполнения травосборника. Сам трактор просигнализирует. Но так как это садовый трактор, и он в основном косит газоны, обращаем внимание вот на вот эту вещь. Она не пластиковая. Она цельнометаллическая. И она единая. За счет этого наполняемость травосборника будет идеальной. Но, опять же, это не самое главное. А самое главное, это ножи, которые имеют увеличенные подкрылки. И стоят адаптеры на этих ножах не селуминиевые, а стальные. Обратите внимание на закрылки и на муфты. Здесь все будет стальное. Если вы зададите вопрос, а почему на самой деке нет подкатных колес? Ну, потому что эта дека не выступает за размеры трактора. Она находится в одной грани. Ну, и, конечно, запатентованный американский редуктор с сапуном. Выглядит он действительно эпично. Но только после того, как вы сядете на сам трактор и посмотрите на его консоль управления, только тогда вы поймете, что это действительно премиальная вещь. Рулевая колонка мягенькая, трехспецовая. За нее держать одно удовольствие. Датчик моточасов, дроссель, заслонка воздушная. Паркинг. Он, кстати, вот здесь вот включается у нас. Электромагнитная муфта включения деки. Включение зажигания. Да как он работает? Послушайте, ланчин мотор. Он же просто шепчет, друзья. Он офигенный. Ну, и, конечно же, у всех тракторов есть возможность кошения задним ходом. Включается она вот этой вот кнопочкой. Подлокотники всегда можно поднять вверх, чтобы они, к примеру, не мешались вам для того, чтобы вам выставить нужную высоту скоса. Здесь целых шесть позиций. Начинаются от двух и кончаются десяти сантиметров. Я думаю, каждый для себя подберет. Ну, и, конечно, трансмиссия, про которую я уже сказал, запатентованная офигенная США. А она здесь гидростатическая. Не надо никакие передачи задавать. У вас есть две педали. Педаль вперед, педаль назад. Чем сильнее давите, тем быстрее едет. На сегодняшний момент это самая надежная трансмиссия, которая устанавливается на садовые трактора. С левой стороны, кстати, забыл упомянуть, что есть, естественно, подстаканничек. Всегда можно положить сюда какую-нибудь бутылку с водичкой. Ехать. Если у вас замучилась жажда, всегда надо сделать глоточек освежающий. Давайте заведем с вами тракторочек. Так. А, чтобы включить деку, ее лучше включать на максимальных оборотах. Раз дека включилась. Потом здесь мы зададим сейчас, наверное, четверочку. Это будет идеально, где-то сантиметров 6-7. И потихонечку поедем вперед. Скорость от нуля. И может быстрее, 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 быстрее. И быстро. И еще быстрее. Если я сейчас включу задний ход, он сейчас деку выключает. Почему он выключил? Потому что я не нажал вот эту вот кнопку реверса. Смотрите, я сейчас ее нажимаю, и теперь он косит даже задним ходом. Я хочу остановиться. Почему? Потому что вы отлично видели, какие здесь заросли, и насколько качественно этот трактор срезает. Это то, что я вам говорил. У трактора увеличенные закрылки. Ничегошеньки он после себя не оставил. Но я даже думаю, знаете что? Я очень низко задам. Надо чуть-чуть повыше поднять. Здесь у нас осталось буквально 5 сантиметров. И еще участок у нас пологий. Но опять же, не переживайте. Дека установлена плавущая. Она будет ходить у вас вверх и вниз. И повторяйте весь контур участка. И, кстати, на самой деке будет стоять мойка. Ничего вам переворачивать, мыть не надо. Подключаете штуцер, обычный садовый коннектор. Заводите мотор, включаете деку. Через 2 минуты трактор ваш как новенький. А я же сейчас продолжу косить дальше. Блин, каждый раз удивляюсь, насколько здесь все духа, а! Блин, я вот реально советую каждому приехать и сесть на этот трактор, чтобы вам понять. Деку забыл выключить, не заводился. Так, теперь включаем. И поедем. Сейчас мы сделаем вперед-назад. Посмотрим угол разворота, насколько у этого трактора большой. А, так, я же хотел пятерочку поставить. Сколько мы здесь оставили после себя? Ну, где-то метр там остался. Слушайте, ну, косит действительно идеально просто. На пикет! Это действительно очень крутой результат, я вам скажу. Так, давайте, я здесь со скоростью пройду вперед-назад, чтобы мы здесь все выкосили. Маневренная машина, маневренная. Вроде все садовые трактора косят. Ну, блин, не так, как этот. Вот. Так, вот здесь не докосили еще чутка Сейчас пройдемся И вот здесь, смотрите, достаточно высокая трава Давайте с полного хода прям пройдемся на максимальной скорости О, сигнал, 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 сигнал О чем у нас говорит этот сигнал? А сигнал говорит о том, что травосборник пора выкидывать А посмотрите, его аж расперло Так, что я хочу сделать? Давайте мы куда-нибудь подъем, в какое-нибудь место Вот, к примеру, и здесь сделаем опражнение Я заодно вам покажу, насколько это делается легко Тормоз там нажать, чтобы он завелся Так И чуть-чуть задним водом Ну, представим, что это компостная яма у нас, да? Мы подъехали Включили ручничок Все Теперь ручку на себя И вот таким вот образом, раз И у нас Опа, чуть-чуть Теперь давайте вперед проедем А, ручник-то забыл выключить Теперь вперед Опа И закрываем травосборник Работаем дальше Но я хочу сделать на что и обратить ваше внимание Посмотрите, насколько мелко он все измельчил Фракция, она минимальная Это мульча уже практически получилась У трактора действительно большие обороты Поэтому он после себя оставляет уже мульчу А мы же продолжим работать дальше Заводим тракторок Включаем оборотов чуть побольше Дека И погнали Декоросборник Декоросборник Некоторые вещи удивляют, а некоторые просто нравятся Трактор Кайман мне действительно просто нравится Мне нравится то, что он берет не какую-то газонную траву А обычную полевую траву Которая у нас достаточно выросла И нифига не 5 и не 10 сантиметров А 15, а иногда даже 20 сантиметров Пока я рассказываю, дети уже осваивают трактор Потому что они действительно кайфуют от него Им он очень нравится Но вы посмотрите, разве он может не нравиться Выглядит он сумасшедший, как какой-то спортивный болид А это обычная газонокосилка с сиденьем Да, друзья мои Такие вещи, они действительно радуют и удивляют Пока я вам что-то рассказывал Дети уже сели и хотят сами освоить эту прекрасную технику Ну чё, а как, Вань? Круто? Так, может, ты покосишь чуть-чуть? Давай деку тебя включу Давай, коси Вот для детей это самое удовольствие Чтобы вам не ходить с этими газонокосилками Доверяйте всю работу детворе И тогда они сделают всё за вас Ну чё, тяжело, Вань? Не тяжело? Не тяжело? Блин, а косит-то, посмотрите, как классно косит, а Кайман есть кайман Чё тут ещё говорить? Иногда говорят, что на вещь можно просто посмотреть и понять, что она качественная И вот когда я смотрю на этот кайман Я понимаю, что изделие действительно сделано с мельчайшими доработками и проработками Да, его я могу назвать смело качественным Итак, кайман Rapido Max Eco 2WD Стоимость на сегодняшний момент 510 тысяч рублей Именно этот трактор мы продаём со скидкой по цене 430 тысяч рублей Модификации есть разные Именно поэтому я не хочу вам говорить, что сходу берите эту машину Я хочу всех вас пригласить к нам в магазин, чтобы вы сами приехали Посидели на нём и поняли, насколько этот трактор действительно достоин А он, поверьте мне на слово, выберет именно вас Поэтому всем, друзья, у кого есть вопросы, пишите на все ваши вопросы Я обязательно отвечу в комментарии А вам скажу, покупайте действительно качественную технику, которая проверенная годами И это кайман А для тех, кто не помнит, где находится наш магазин, напоминаю В навигатор забивайте всего одно слово Garden Stock И ваш навигатор приведёт прямо к нашему подъезду А точный адрес это Московская область, Пушкинский район, село Тарасов Улица Большая Тарасовская, дом 81 Где-либо я, либо какой-то другой менеджер проконсультирует И даст вам полную исчерпывающую информацию По всем садовым тракторам, которые у нас есть Которые могут не только траву собирать и как газонокосилка Но и работать со всевозможными навесными орудиями И вот здесь возникают вопросы Какой трактор может, а какой нет Приезжайте, всё расскажем До свидания, до новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»